Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу рассказать, как на основе платы DG Spark от E-Tiny85 создать устройство, которое будет обладать двумя функциями. Генерировать случайные пароли и передавать их на ПК, а также выступать в роли USB-ключа, то есть выдавать сохраненные пароли в форму ввода. Переключение между режимами, а также передача пароля в форму будет осуществляться с помощью одной кнопки. Видео будет разбито на две части. В первой части познакомимся с принципом подключения кнопки и установим библиотеку для удобной обработки разных типов ее нажатия. А также добавим библиотеку для передачи через USB и текстовые строки на ПК. Напишем скетч, в котором при нажатии на кнопку будет генерироваться случайный пароль и отправляться в форму ввода ПК. Длину пароля и набор символов мы сможем задавать самостоятельно в начале скетча. Это может быть полезное устройство для различных форм регистрации на сайтах, где требуется задать пароль. При этом кнопка генерации пароля может отсутствовать. А в следующем ролике изготовим для устройства корпус и добавим возможность сохранять сгенерированные пароли в энергонезависимой памяти и использовать заранее заданные пароли. К тому же попутно познакомимся с энергонезависимой перезаписываемой памятью EEPROM и работой с ней на микроконтроллерах семейства ATINI. В результате получим USB-ключ, в котором будут храниться пароли. С помощью кнопки мы будем выбирать нужный нам пароль и передавать его в соответствующие формы ввода. Сначала разберемся с подключением кнопки к DigiSpark. Соберем схему на макетной плате. Для примера я буду использовать модификацию платы с microUSB, так как здесь уже у меня припаяна гребенка контактов и ее проще подключать к макетной плате. Устанавливаем кнопку на макетную плату. Один контакт кнопки подключаем к плюсу, а другой соединяем с нулевым пином DigiSpark. Для тестирования работы кнопки управлять мы будем встроенным на плате светодиодом, который обычно привязан к первому пину. Открываем из примеров стандартные скетчи Button File, Примеры, Digital, Button. И меняем скетчи номера пинов светодиода и подключение кнопки на DigiSpark 0 и 1 соответственно. Как работать с DigiSpark от Tiny85 среди Arduino IDE я рассказывал в позапрошлом ролике. Ссылка есть в подсказках и в описании к видео. Нажимаем кнопку загрузить, подключаем плату и видим, что светодиод светится и без нажатия кнопки. Это происходит от того, что пин для чтения входящего сигнала мы определили. У нас он ни к чему не подключен и на нем появляется некое паразитное напряжение, которое микроконтроллер воспринимает за наличие сигнала. Нужно добавить к схеме подтягивающий резистор и связать данный пин с землей. Добавляем к схеме резистор на 10 кОм. Соединяем одну его ножку с минусом макетной платы, а другую с пином, к которому подключена кнопка. В данном случае с нулевым пином. Светодиод на плате выключается и включается только при нажатии на кнопку. Для обработки сигналов нажатия кнопки добавим достаточно удобную библиотеку OneButton. Ссылка на нее есть в описании к видео. На странице библиотеки есть описание ее подключения и основные функции. Добавляем библиотеку к скетчу. У меня есть скетч-заготовка для тестирования данной библиотеки на различных микроконтроллерах. Код этого скетча тоже будет в описании к видео. По коду скетча. Вначале мы определяем пин, к которому подключена кнопка. Далее пин светодиода. Закомментированная часть инициализации кнопки это вариант использования внутреннего резистора платы. А действующий вариант кода это при использовании внешнего подтягивающего резистора, как в нашем случае. Инициализацию серийного порта можно убрать. Здесь его у нас нету. Да он и не нужен. Далее мы цепляем функции обработчиков событий одинарного нажатия, двойного нажатия и долгого нажатия. После этого идут настройки работы с кнопками. SetDebounceSticks интервал игнорирования повторного нажатия кнопки, чтобы кнопка не срабатывала по несколько раз за одно нажатие. То есть можно сказать, что это компенсация дребезга контактов кнопки. Настраивается индивидуально в зависимости от типа и состояния кнопки. По умолчанию 50 миллисекунд. SetClickTicks это промежуток, отличающий двойное нажатие от одинарного. То есть в течение какого промежутка времени в миллисекундах нужно два раза успеть нажать на кнопку, чтобы оно считалось двойным нажатием, а не двумя одинарными. По умолчанию 600 миллисекунд. И SetPressSticks это время, после которого сработает событие долгого нажатия на кнопку. Тут все настраивается по собственному вкусу. По умолчанию 1000 миллисекунд. То есть одна секунда. В конце скетча размещены функции, которые выдают информацию о статусе нажатия кнопки. И функция Loop с обязательной строкой, в которой мы запускаем таймер, который и позволяет отслеживать различные варианты нажатия кнопок. Serial Printline в нашем случае можно убрать. Это на Ардуино. Информация может выводиться в монитор порта. Мы же будем мигать штатным светодиодом платы DigiSpark. Загружаем скетч в DigiSpark. Нажимаем кнопку, светодиод загорается. Нажимаем дважды, светодиод загорается дважды. Долгое нажатие, и светодиод тоже горит дольше, в течение двух секунд. Все, с кнопкой закончили. Теперь переходим к работе с кодом, отвечающим за передачу текста через USB на ПК. В примерах открываем скетч Keyboard. Из него видно, что для работы платы DigiSpark как виртуальная клавиатура нам нужно добавить соответствующую библиотеку. И еще две строки кода. Первую разместить в функции Loop, а вторую в функциях, обрабатывающих нажатие кнопки. Для каждого случая текст будет свой. Получаемый скетч загружаем в DigiSpark. Одинарное нажатие, двойное нажатие, нажатие и удержание. Теперь заключительная стадия. Добавляем к скетчу массив символов, которые будут использоваться для генерации пароля. Здесь все цифры, латинские буквы в верхнем и нижнем регистре, и обычно допустимые при создании пароля спецсимвола. Можно добавить или исключить какие-то буквы или символы по своему усмотрению. Далее идет постоянная, определяющая длину пароля. Пусть будет 12, больше, наверное, не имеет смысла. Можно даже меньше. И массивы символов, где будет храниться текущий и новый пароль. Ниже расположена функция, которая генерирует сам пароль, выбирая символы случайным образом из массива допустимых символов. При одинарном нажатии, в случае отсутствия текущего пароля, что происходит при первом подключении платы к компьютеру, генерируется новый пароль. Записывается в текущий и выводится на ПК. При следующем нажатии будет выводиться тот же пароль, уже сгенерированный. Это сделано, чтобы добавить его не только в форму регистрации, но и в форму подтверждения пароля, а затем записать его себе в хранилище паролей. А вот при долгом нажатии вырабатывается новый пароль, а текущий перезаписывается. И можно, например, зарегистрировать нового пользователя. Еще заменим DigiKeyboardPrintLine на DigiKeyboardPrint, так как принтлайн содержит в себе не только выдачу строки, но и символ ввода, который у большинства вебформ соответствует отправке этой формы. Это нам не нужно. Для примера откроем страницу создания аккаунта Google. Здесь, например, нету кнопки генерации пароля. Имя и прочее заполнять не будем, а сразу идем в поле пароля. Подключаем DigiSpark к компьютеру. Нажимаем однократно кнопку. Пароль сгенерировался. Переходим к полю подтверждения пароля. Снова нажимаем однократно кнопку. Тот же пароль добавлен. Можно нажать на значок глаза и посмотреть сгенерированный пароль. Как видно, он достаточно нестандартный. Далее добавляем наш пароль в блокнот, чтобы не потерять. Снова однократно нажимая кнопку. Если мы хотим заменить пароль, то убираем нынешний и с помощью долгого нажатия генерируем новый. В следующем видео оформим всю эту красоту уже в виде готового компактного устройства. Создадим для оплаты корпус и добавим еще функционал хранилища паролей. Получится компактное USB устройство, которое можно носить с собой. Спасибо за просмотр. До встречи в новом видео. Продолжение следует...